Здравствуйте! Сегодня на уроке мы с вами поговорим даже не столько о компьютерной технике, потому что привыкли мы на всех уроках рассказывать и разговаривать о той или иной компьютерной технике, о самом компьютере, об его периферии, но мы поговорим сегодня еще об одном очень важном аспекте, без которого наш домашний офис или мобильный офис работать не будет. Это о хорошей силовой сети, то есть непосредственно то, что запитывает все наше оборудование. И если эта сеть в каком-то мере ущербна, не выдает нужный сигнал, нужной формы, нужной частоты, нужной амплитуды, то есть нет этих 220 вольт, нет 50 герц, то возникают серьезные проблемы с работой всей техники вплоть до прихода ее в негодность. И сейчас я хочу обратить ваше внимание на следующие графики, которые представлены на нашем слайде. Обратите внимание, здесь два графика. Первый, красного цвета, это синусоида, та синусоида, которая присутствует, сигнал такой формы присутствует в нашей силовой сети. Вот если такая идеальная синусоида, все замечательно. У нас хорошо работает техника, уровень синусоида, значит, по амплитуде 220 вольт, 50 раз в секунду она полностью проходит от нуля через максимум, снова через ноль, минус и снова до нуля, то есть периоды, 50 периодов за секунду, все замечательно. Техника на это рассчитана, и мы с этим работаем. Но обратите внимание, здесь есть и второй график. Вот с такими зубцами, синий график. Что это такое? А это привнесение дополнительных помех в нашу силовую сеть, как ни странно, от самих же компьютеров и от любой техники, у которой есть собственные источники питания. То есть это может быть компьютер, это может быть принтер, это могут быть отдельные внешние накопители на жестких дисках. Почему так получается? Это связано с тем, что внутри такого источника питания, который встроен, собственно, и в компьютер, в процессорный блок, происходит выпрямление вот этой самой синусоиды. То есть до, знаем, что запитывается у нас по постоянному току. Для конкретных устройств, которые входят в состав нашего компьютера, вы можете по инструкции посмотреть, какие там значения этого сигнала. Но, когда происходит это выпрямление, идут определенные переходные процессы. И происходят всплески, в том числе и на выход. Накладываются дополнительные синусоиды. Но они докладываются уже не с 50 частотами, 50 Гц, а совершенно с другими частотами. Обратите внимание, сверху у нас написано N1 равно 3, N2 равно 5. Что это значит? Это значит, что на выходе могут быть дополнительные сигналы с частотами трехкратными, либо пятикратными по частоте, по сравнению с основным сигналом. То есть, 3, значит, 50 Гц на 3 – это 150 Гц, 5 – это 250 Гц. А амплитуды, как делались замеры непосредственно в конкретных сетях, доходят до 70, до 80% от основного сигнала. И поэтому, когда они все вместе накладываются, они искажают этот сигнал. Вот это сигнал потоку. А к чему это может привести? Может привести к нескольким неприятным последствиям. Первое. Высокие частоты. Они начинают воздействовать, во-первых, на сами же блоки питания и компьютеров, и других устройств, в которых есть конденсаторы катушки индуктивности. Все это разогревается, разогревается конденсатор, и могут лопнуть. Не говорю, что уже взорваться, но так вот лопнуть они могут. То же самое может произойти с катушками индуктивности. Они разогреваются, в конце концов происходит оплавление изоляции, и короткое замыкание по катушкам индуктивности. Приходит негодность блоки питания. И это еще не все. Допустим, в вашем доме, где вы разворачиваете либо малое предприятие, либо домашний офис, работает какой-то компьютерный магазин, либо работает типография, где достаточно много такой техники с импульсными источниками питания. Что происходит? Вся сеть вашего дома, она ведь, допустим, строилась достаточно давно. Да даже если это новые дома, они тоже на это не очень-то рассчитаны. Строилась давно, допустим, 50-е, 60-е, 70-е, 80-е годы. На что рассчитывалась эта сеть? Она рассчитывалась на обычные, что называются, линейные источники, линейные потребители. Это вот, допустим, утюг, допустим, электрическая плита и так далее. Все было замечательно. Но тут эти дома начали оснащаться компьютерной техникой, и происходят вот эти изменения, о которых я говорю. На что это влияет? Это влияет на два аспекта. Первое. Если вы посмотрите на силовые свои розетки, которые есть у вас в квартире или в офисе, вы видите там в основном, значит, это два контакта. Есть третий, заземление. Поговорим сегодня и вообще на наших уроках отдельно про заземление. Но два основных контакта. Первый, что называется, силовой, второй нулевой. Даже если есть такая у вас специальная отвертка, которая показывает, что есть сигнал или нет, нет, аккуратно, если ее поместить к одному из выходов этой розетки, там загорится светодиод, у другого нет. Где загорится, это силовой выход, где не загорится светодиод, это значит как раз нулевой. На что рассчитывались эти сети? Они рассчитывались, что сигнал, условно скажем, сигнал, да, в нулевом кабеле не будет превышать, пусть то, как мы подключим различные оборудования, не будет превышать 7-10 ампер. Но вот в 2009 году, допустим, в таком большом городе, как Москва, комиссия по электротехнической безопасности проводила замеры. И что же было замечено? Что в зданиях вот с такой нагрузкой, уже не линейной, а импульсной, когда много компьютерной техники, в этих нулевых кабелях сила только доходит до 100 ампер. Представьте себе, сеть рассчитана, то есть кабель, поперечное сечение этого кабеля нулевого рассчитано на 7-10 ампер, тут 100 ампер. Какие последствия? Кабель разогревается, начинает гореть, собственно, оплётка этого кабеля, а представьте себе, этот кабель проложен в домик, где деревянные перекрытия. Хорошие деревянные, действительно, балки, довольно-таки устойчивый дом, и проходит такой кабель. Вариант может быть даже пожар. И это первая причина, которая может плохо воздействовать на работу нашего офиса. Какая же ещё может быть причина? Где-то во дворе стоит то, что называется трансформаторная будка или трансформаторный киоск. Трансформатор – это тоже катушки. Замечено, что если вы ставите новый даже трансформатор, или какая-то организация вам ставит новый трансформатор во дворе, рассчитанный на 40 лет, при импульсной нагрузке, которая по сумме составляет больше 25% от общей нагрузки, и что выдаёт ваш дом на этот трансформатор, такой трансформатор может вместо 40 лет выйти из строя за 40 дней. А дальше что происходит? И вообще, когда вы разворачиваете свой офис в том или ином помещении, посмотрите документы, к какой категории относится это помещение по как раз запитке электрической энергии. Потому что если это окажется третьей категорией, обычный жилой дом, допустим, трое суток нет питания, извините, вы не можете подавать даже на компанию сетевую, которая обеспечивает этот дом электрической энергии, ни в какой суд. Согласно стандартам это допустимо. Что же делать? Какие есть у нас, в принципе, устройства, которые могут нам помочь в этом деле? Но это по току. Еще, кстати, хочу обратить внимание вас еще на один момент, связанный с этим же, прежде чем мы посмотрим на эти устройства. Обратите внимание, еще один график. Это уже не ток, это напряжение. Последствия работы таких устройств еще, оказывается, сказываются. И на напряжении, и на уровне напряжения. Мы привыкли, что 220 вольт у нас в сети. Устройства плюс-минус 5% еще выдержат и будут работать. Но вот моделирование, когда общая нагрузка на сеть и общая мощность, которая в сети, приходящиеся на импульсные источники питания, больше 25%, здесь уже уровень сигнала ушел на 164 вольта. Не 220, а 164 вольта. Итак, есть проблемы с током, частота тока, который выводят из строя те или иные изделия внутри нашего компьютера. И второе, собственно, в самой сети падение напряжения. Итак, давайте разруливать эту ситуацию, смотреть, какие устройства, как нам могут в этом помочь. Итак, первое устройство, с которым мы с вами сегодня будем разбираться, это источники бесперебойного питания. То есть то, что ИБП, которые мы привыкли, ну, отчасти мы привыкли, что стоят рядом с компьютерами, если вы заходите в ту или иную организацию, присутствуют. Ну, в основном, наверное, мы с этим можем столкнуться, когда мы заходим в тот или иной банк, где достаточно много оборудования, и там стоят такие источники. Какие же они бывают? Ну, во-первых, это три типа. Это резервные. Самые простые. Что они делают? Они пытаются поддержать уровень напряжения и постоянно адресуются к своим аккумуляторным батареям, если эти параметры сигнала выходят за допустимый предел. Линейно-интерактивные. Эти не так часто пытаются нагрузить свои батареи, потому что это нехорошо. Если очень часто нагрузка уходит на батарею, с неё как раз мы забираем энергию, то можем достаточно быстро её разрядить, и, в принципе, подзарядка и разрядка батареи это нехорошо для аккумуляторной батареи, в принципе. А вот линейно-интерактивные по своей конструкции позволяют в довольно-таки широких диапазонах, согласно своей внутренней схеме, своему устройству, что называется, вытягивать этот сигнал до нужных кондиций без обращения к аккумуляторным батареям. Ну и с двойным преобразованием это уже, что называется, высший полёт для данных источников. Также минимальное обращение к батареям аккумуляторным, только в случае, действительно, если сигнал пропал полностью в силовой сети и с очень высоким качеством синусоиды на выходе. Ну и теперь давайте посмотрим, собственно, что они из себя представляют. Значит, как мы будем идти по этим источникам бесперебойного питания? Сначала пойдём от источников с минимальной мощностью, которые вполне подходят для того, чтобы запитать минимум оборудования, допустим, всего-навсего отдельный компьютер, и к источникам, которые позволяют запитывать уже и некоторую перифилию, либо несколько компьютеров сразу. И вот самый простой, первый источник бесперебойного питания. Видите, здесь две проекции. Вид спереди, вид сзади. Значит, сзади вы видите все разъёмы. Пять разъёмов – это выход. И внизу находится один разъём вход от силовой сети. Сверху также сетевые, видите, разъёмы. А слева то, что вид спереди, индикаторы, которые показывают уровень зарядки батареи, а также какой сигнал в данном случае поддерживает данное устройство. Теперь непосредственно его технические характеристики. Выходная мощность. Вот здесь через дробь идёт. 700 вольт ампер и 420 ватт. Но более привычен для общего употребления такого домашнего, мы говорим сегодня, в ваттах. То есть активная мощность. На самом деле не всё так просто. Ну, активная мощность, вот опять я же говорю, тот утюг или плита. То есть преобразование электрической энергии в другой вид энергии, в данном случае в тепловую. Вот это в ваттах. То есть выходная мощность как активная, для данного источника не больше 420 ватт. А суммарная мощность, то есть ещё у нас 280 вроде как куда-то исчезла. Что такое 280? Это как раз та мощность, которая приходится на такие элементы, как конденсаторы, катушки индуктивности и различные схемы, где непосредственное преобразование, скажем, электрической энергии в тепловую не происходит. Вот 800 вольт ампер и 420 ватт вполне достаточно, чтобы запитать один компьютер. Но обратите внимание, время работы при полной нагрузке всего 10 минут. За 10 минут вы должны успеть закрыть все свои программы и отойти уже от выключенной машины. Если половинная нагрузка, да, в данном случае вы знаете, там посмотрели на задней панели вашего процессорного блока, посмотрели его мощность, потом вы посмотрели, допустим, если через этот блок питания у вас запитан непосредственно ещё и жидкристаллический монитор, его тоже посмотрели мощность, просуммировали, посмотрели, какова же будет мощность, в случае, если в основной сети исчезнет питание. И если у вас там всего, допустим, вот 210, ну, приблизительно, если 210 ватт, либо 300, сколько, 350 вольт ампер по общей мощности, по суммарной мощности, то в этом случае знайте, что 30 минут у вас есть, то есть не только просто закрыть программу, а ещё что-то успеть доделать, и после этого закрыть. Форма выходного сигнала, чисто синусоиды, то есть, значит, полностью синусоиды, даже если в исходной сети у нас синусоида была не стопроцентная, то на выходе данного источника бесперебойного питания, в чём смысле ещё и заключается его задача, одна из задач, чтобы подправлять эту синусоиду, чтобы наше компьютерное оборудование работало лучше. Теперь давайте посмотрим ещё, что у нас есть по характеристикам данного источника бесперебойного питания. Количество выходных зимов питания всего 5, и с питанием батарей 3. Значит, что значит 5? Значит, если есть какое-то ещё периферийное оборудование, но которое не критично в работе, в смысле, если исчезнет питание во внешней сети, оно вот отключится сразу, то мы не потеряем какие-либо данные, и не произойдёт что-то с нашим непосредственно выполняемой работой. А вот 3 ещё у нас есть канала, которые от батарей, значит, они будут поддерживать наше оборудование в случае выхода из строя внешней сети. То есть тут мы тоже должны это разграничить, посмотреть по инструкции, какие из разъёмов относятся к подключаемым к батарее, какие просто к внешней сети, но с тем же, что я уже сказал, это поддержание, допустим, той же самой синусоиды и частоты исправления по частоте, если там точно 50 Гц, то, что принято у нас в стране, 50 Гц, хотя есть другие страны, допустим, Соединённые Штаты Америки, где 60 Гц. Вот, то есть частоты эти должны поддерживать все разъёмы. Дальше, интерфейсы USB, зачем он нужен? С источника бесперебойного питания поставляется соответствующее программное обеспечение для управления и контроля этого источника через ваш компьютер. То есть сервисное программное обеспечение, вы можете всегда контролировать, что происходит с этим источником, а в некоторых случаях и подправлять его работу программным образом. Время зарядки батареи – 4 часа. То есть если она у вас разряжена до минимума, не совсем, то есть никогда не надо батарею разряжать до нуля, но это устройство и не позволит вам сделать. А вот до минимума и дальше за 4 часа вы снова восстановите уровень зарядки батареи. Но учтите, что потом за 10 минут либо за 30 минут можете её опять разрядить. Возможность замены батарей есть. То есть аккумуляторная батарея у вас, она не вечно. Уровень зарядки вы можете видеть, это чем-то похоже тем же самым и ноутбуками, когда достаточно уже старые батареи, то он вам выдаёт и звуковой сигнал, и светодиод загорается о том, что у вас батарея уже не может, он не может долго работать от данной батареи, в принципе, вообще не может. Надо идти в магазин и заменять на аналогичную, но новую батарею. Дальше. Значит, на входе однофазное напряжение. Да, запитываемся от обычной той сети, которая есть у нас в доме, однофазное. На выходе также однофазное напряжение. Вот теперь смотрите, входное напряжение. То, о чём я уже говорил, что вот эти источники питания, они могут у нас понизить уровень сигнала по напряжению, допустим, до 164, как там было смоделировано. Вот вы видели синий график, второй график, первый были по току, второй по напряжению, там было даже 164 вольта. Обратите внимание, какой здесь диапазон. То есть данный источник питания может, что называется, вытянуть от 165 вольт, а на выходе у вас будет он 220. И даже если 175 вольт, ну, какие-то скачки будут, напряжение у вас в сети, всё равно на выходе будет стабильно, ну, почти стабильно, дальше мы сейчас по этой таблице посмотрим, почти стабильно будет 220. Входная частота поддерживает от 45 до 55 герц, то есть если есть колебания, то это не страшно для данного источника питания, потому что, вот посмотрите, нижняя строчка, выходная частота 47,53. Он сужает диапазон вот этих вот расхождений по частотам, всего остаётся 6 герц. И стабильность выходного напряжения плюс-минус 5%. Теперь ещё, значит, некоторые параметры. Защита от перегрузки. Есть. То есть если у вас есть там проблемы с качеством внешней сети, то защита от перегрузки есть. Высковольтных импульсов также есть. Фильтрация любых помех. То есть фильтрация вот этих помех, допустим, от тех же источников питания, либо ещё какие-либо помехи, привнесённые в вашу силовую сеть, а не только в силовую данные источники бесперебойного питания, к ним могут подключаться и телевизионные антенны, и компьютерная сеть, и телефонная сеть. То есть они отфильтруют эти помехи, и дальше эти помехи не пройдут в ваш компьютер. Короткое замыкание есть. Это очень неприятная ситуация, когда есть короткое замыкание, естественно, должен автоматически отключаться данный источник. Вот защита телефонной линии. То, о чём я и говорил, телефонная линия в данном случае защищается не только от помех, но и от того, что если вдруг в телефонную линию привнесён какой-то достаточно высокий по вольтам сигнал, это не приведёт к перегоранию определённых микросхем, в том числе которые могут стоять и в вашем компьютере. Теперь посмотрим следующее. Опять интерактивный источник бесперебойного питания, но другой дизайн. И даже здесь показано, как подключаются непосредственно кабели к нему. Посмотрим теперь его характеристики. Значит, как я и сказал, мы будем немножко повышать это. Несколько и посмотрим конструкции, и будем повышать по мощности. Смотрите, здесь уже 850 вольт ампер и 510 ватт. Уже больше. Там было всего 420. Правда, здесь ступенчатая аппроксимация синусоиде. Не собственно синусоида, а приближённая к нему кривая, но в допустимых пределах. Время переключения на батарее 4 миллисекунды. Вполне достаточно для того, чтобы перейти от внешнего питания непосредственно к источнику без потери какой-либо информации. Дальше. Количество выходных разъёмов питания. Вот 6 уже теперь от батареи также осталось. 3 и 3 у вас те, которые просто проходят сквозь этот источник бесперебойного питания с фильтрацией от помех и с исправлением, собственно, самой синусоиды. Интерфейс опять через USB вы можете воздействовать на ваш источник бесперебойного питания и его тестировать. Время зарядки 8 часов. В предыдущем источнике было 4 часа. Что ещё у нас здесь есть? На входе также однофазное напряжение, на выходе однофазное диапазон. Вот смотрите, входное напряжение уже больший диапазон, уже 160 вольт, 270 вольт. Достаточно большой разброс уже 110 вольт. И он будет нормально работать и нормально вам выдавать на выходе 220 вольт, что очень важно. Защита также от перегрузки есть. Защита от высоковольтных импульсов есть. Фильтрация помех, о которой мы также говорили, присутствует. И короткое замыкание. Кстати, у них у всех, сейчас на данный момент, от короткого замыкания присутствует защита. Следующий. Вот по форме. Только что мы видели нечто похожее на такой вообще удлинитель какой-то был, невысокий, такая таблетка. А сейчас уже похож на обычный процессорный блок. Кстати, с многими разъемами, которые по типу разъемов, не только силовыми, которые вы видите на тыльной стороне. Это справа. Значит, что же мы можем сказать об этом? Выходная мощность уже 1000 вольт ампер и 600 ватт активной мощности. При полной нагрузке всего 7 минут, но, правда, на 1000 вольт ампер. И 20 минут на время половинной нагрузки. Выходной сигнал опять чистая синусоида. Даже не аппроксимация, а чистая синусоида. Выходные разъемы питания их 6. Причем все 6 идут через батареи. Но интерфейс здесь другой. Тоже это обычный наш интерфейс, комовский интерфейс, который есть в компьютерах. Для управления, опять же, управления этим источником бесперебойного питания. Зарядка 4 часа, так же, как была в первом. Вход и выход однофазные. Входное напряжение. Здесь немножко у нас снизу, так сказать, сократился диапазон. 165 вольт. Но, правда, сверху 275 вольт. И опять те же самые 110 вольт зазор, в пределах которых может изменяться амплитуда сигнала, не приводя к каким-либо непоправимым последствиям для сети, находящейся за пределами этого источника бесперебойного питания. Но если даже выйдет за пределы, он тут же отключится от внешней сети и перейдет на питание от батареи. Стабильность выходного напряжения, если мы там видели, было до 5%. Здесь всего плюс-минус 2%, что очень важно. Маленькие колебания по выходному напряжению. И еще один такой же интерактивный источник бесперебойного питания. Уже полтора, то есть мы видим, что они в больших диапазонах выпускаются. От самых миниатюрных, это у нас было 600, 800, 600, 800, уже 1500 вольт ампер, 900 ватт. На половинные 20 минут, но тут уже, правда, ступенчатая аппроксимация синусоиды. Достаточно длительное время переключения на батарею 10 миллисекунд. Если вас не устраивает, придется использовать как скачок вот этого напряжения, что переход, а там нет никакого напряжения. Возможно, но это надо рассматривать конкретный случай, и сетевые фильтры, которые при помощи своих конденсаторов могут в это время поддержать вашу сеть. Количество выходных разъемов питания здесь всего 3. И интерфейс тоже для управления RS-232 или COM. Зарядка долго, 10 часов, но при этом, помните, что 1500 вольт ампер. Достаточно мощный источник бесперебойного питания. Входное и выходное – это однофазное напряжение. Тут ничего нового мы не видим. Но сегодня мы и не рассматриваем трехфаз, потому что для домашнего оборудования, конечно, однофазное. Выходное напряжение – 165, 275 вольт. Это замечательно. А вот входная частота. Обратите внимание, данный источник питания, когда вы его покупаете, вы все-таки обращайте на это внимание. В данном случае производитель указал 40-45 Гц. Не 55 Гц, 40-55, а вот 40-45 Гц. Стандартная частота все-таки у нашей сети – 50 Гц. Если даже принять условие, что плюс-минус 5% расхождения, которое еще оборудование может поддерживать, то в данном случае это все равно не укладывается, либо буквально чуть-чуть зацепляется за верхний диапазон 50 Гц. Обращайте внимание на это, насколько у вас точное оборудование по частотам, по напряжению. Потому что учтите, что по этому блоку питания еще стабильность выходного напряжения, смотрите, плюс-минус 15%. То есть то оборудование, которое не укладывается в данный диапазон, ни в коем случае подключать к такому источнику бесперебойного питания нельзя. Поэтому на что я хочу обратить ваше внимание. При покупке приходите в магазин, обращайте внимание на все, показайте, что возможен, вот как пример. И такой вариант. Хотя выходную частоту-то он и сделает 49-51 Гц. Но попробуйте найти у себя частоту 40-45 Гц. Это должна быть очень, ну, что условно говорим, плохая силовая сеть. В принципе, такое, конечно, возможно. Но это нестандартизированная силовая сеть по стандарту, по ГОСТу. Такого быть не должно. Значит, защита от перегрузки также есть, высоковольтные импульсы есть, фильтрация помех есть. То есть везде здесь плюсы идут. Защита от короткого замыкания есть и защита телефонной линии. Подключайте и не беспокойтесь. С телефонной линией ничего не случится. И с микросхемами, через которые подключается телефонная линия в ваш компьютер, тоже ничего не произойдет. Теперь, вот смотрите, появилась еще у нас одна картинка. И вроде это не источники бесперебойного питания. А то, о чем я вам говорил. У вас обычный жилой дом, трое суток нет питания, и что делать? А источники бесперебойного питания, то, что мы смотрели, 7 минут, 10 минут, половинные там 20-30 минут. А вам надо работать. А вам говорят, трое суток не будет питания. Что делать? Обращаю ваше внимание, что если есть большие перебои из питания, 6 часов, 8 часов, либо несколько раз по 8 часов, рабочий день 8 часов, можно отработать 8 часов, закрыть офис, уйти, следующее утро прийти, продолжать работать. Что делать? Вот для этого случая применяются уже не источники бесперебойного питания, а системы резервного электроснабжения, которые состоят из нескольких устройств. Каких же это? Инвертор, зарядное устройство, аккумулятор, реле переключения и данчик температуры. Значит, инвертор, понятно, превращает, во-первых, при зарядке у нас инвертор, когда у нас есть сигнал в силовой сети, он этот сигнал превращает в постоянный ток и заряжаются аккумуляторные батареи. Обратный результат, когда мы начинаем работать от этих аккумуляторных батарей, а у нас надо подать именно синусоиду на вход нашего компьютера, он обратную функцию выполняет. Забирает сигнал постоянного тока с батарей и превращает в синусоиду для нашего компьютера. Зарядное устройство необходимо, чтобы заряжать, собственно, самую батарею аккумуляторную, либо набор батарей. Собственно, входит туда аккумулятор, не обязательно один, это может быть несколько. Реле переключения, естественно, в обычной ситуации все это подключено к силовой сети, но как только сигнал пропадает в силовой сети, реле перебрасывает у нас обычный пакетник, переключается, отключает внешнюю сеть и тут же начинает запитывать наше оборудование от этого блока аккумуляторов. И датчик температуры необходим при зарядке аккумуляторных батарей. если температура повышается, то, значит, он начинает регулировать, собственно, сам режим зарядки аккумуляторных батарей, чтобы не было ничего перегревания. Итак, вот сам инвертор, что он из себя представляет. И хочется еще сказать по данным устройств, что вот от таких устройств работа в течение, скажем, 6 часов, это вообще все нормально. 6 часов они спокойно вам будут выдавать сигнал на, скажем, половинные нагрузки от своего номинальных значений. А так, на половинные даже до 12 может быть. А вот если вы полные выставите, да, 6 часов, меньше 6 вообще не будет. А на половинные вообще 12. Но если вы нарастите количество аккумуляторных батарей, то вы, в принципе, можете выйти вот на такой режим, что 24 часа, то есть по 8, вот эти отрезки по 8 часов в 3 раза, вот как раз вы выберете это трое суток, а потом, пожалуйста, можете подавать на сетевую компанию, в суд выставлять свои претензии, потому что вы дальше уже не можете работать, а эти трое суток вы продержитесь вот на такой установке. Итак, вот этот инвертор, о котором я говорил, превращает постоянно либо в переменный сигнал. Идем дальше. Значит, выход переменного тока, чистая синусоида на вашей компьютере, на ваше оборудование. Постоянного тока, если надо, это 24 вольта. Выходная мощность, вот для данного 600 ватт. Вот 600 ватт – это предел. И если будете идти на номинальной мощности, не поднимать вот до пиковой 1200, в принципе, пиковая мощность, он может выдержать 1200, но вообще 600 ватт, то на 600 ватт вы спокойно 6-8 часов отработать сможете. Это при номинальной комплектации, там, допустим, 3 аккумуляторные батареи или 2 аккумуляторные батареи. Если у вас их больше, то, соответственно, и большее число часов вы сможете работать. Смотрим дальше. Зарядное устройство. Вот что оно из себя представляет. Это зарядное устройство. Оно как раз заряжает, собственно, так и называется, заряжает ваши аккумуляторные батареи. Дальше. Что у нас на зарядном устройстве, какие характеристики присутствуют? Значит, напряжение на входе 24 вольта непосредственно в устройство. Ток заряда 25 ампер. А вот, смотрите, интересные позиции. Автоматический выбор питания по переменному току. Автоматически. Система сама определяет, что у вас происходит в сети. И пока там есть сигнал, он автоматически подстраивается и подзаряжает батареи. От 100 до 260 вольт и герц. 47-63 герца. Дальше идем. Микропроцессорное управление зарядкой. Даже вы не должны касаться этого, хотя там программное обеспечение может быть. Микропроцессорное управление зарядкой уже присутствует. Скорее всего, это будут прожженные микросхемы. И будет это все отслеживаться, как идет зарядка, в каких режимах. Можно ли ее продолжать, или надо уже отключать. Вот смотрите. Возможность одновременного заряда до трех независимых систем аккумуляторных батарей с различными зарядными параметрами. О чем это говорит? Есть разные аккумуляторные батареи, которые могут подходить к данному устройству. Это могут быть обычные батареи, кислотные. Есть батареи гелевые. В любом положении, то есть внутри там уже фактически не жидкость, а такой, ну, именно гель, в любом положении не вытекают. Хороши не для профессионалов, не профессионалов работы с аккумуляторными батареями, требуют минимального... То есть фактически обслуживания-то они и не требуют. Служат достаточно долго. Там может быть и порядка десяти. Вообще-то это устройство, все резервное питание рассчитано на 15 лет. Поэтому аккумуляторные батареи на основе вот этого геля достаточно удобны для рядового обычного пользователя, который не особенно и задумывается, а что там, какие процессы проходят в этой батарее. Вроде она стоит, заряжается, устройство показывает нужный уровень сигнала, и все замечательно. И дальше есть селектор выбора типа аккумуляторных батарей. Когда у вас несколько там типов аккумуляторных батарей, вы можете выбирать из них, какие вы будете заряжать в данном конкретном случае. Ну вот, есть еще такие параметры, как сила тока заряда. Смотрите, дистанционного контроля по компьютерной сети. То, что я говорил, что есть определенные программные обеспечения. Вы можете просто следить, что происходит в вашей системе. А не каждый раз подходить и смотреть на индикаторы, которые также специальные панели там и окошки есть. Там цифровая индикация. Но не обязательно вам ходить и смотреть. Допустим, у вас в одной комнате стоит вот это устройство резервного питания, а вы работаете совсем в другом месте, в другой комнате, в другом помещении. Вы можете просто контролировать, что происходит со всей системой резервного питания. Значит, какая защита предусмотрится? Ну, неправильное соединение. Правильно. Там, особенно, где постоянный ток плюс-минус, не так соединили или вообще что-то закоротили. Это сразу отслеживается. Перегрев мы уже сказали про эти датчики, отслеживающие перегрев. Ну, искрение, перенапряжение по постоянному току, это также защита, это стоит уже штатная защита в этой системе. И влагозащищённый корпус. Это замечательно, потому что вообще-то всё такое оборудование не должно быть влагозащищённым, потому что оно может стоять и непосредственно не в самом помещении, где вы работаете, достаточно хорошие, нормальные условия. Может быть, где-то стоять в каком-то коридоре или в специальном помещении, но выходящем на улицу, возможно попадание влаги. В этом случае влагозащищённый корпус очень хорош. Вот аккумуляторная батарея, о чём я и говорил. Вот такие аккумуляторные батареи гелевые. Целый набор таких батарей вы можете подсоединить. Есть по инструкции минимальный набор таких батарей, чтобы отработать эти самые, скажем, 8 часов на 600 ваттах. И там же будет сказано, если хотите работать дольше, когда нет во внешней сети питания, то вы просто набираете большее количество этих батарей, устройство зарядит их, и в дальнейшем вы можете использовать эти батареи. И работать, как я сказал, такими перерывами по 8 часов, скажем, трое суток вполне достаточно. Идём дальше. Вот по самой аккумуляторной батарее. Иначе вот номинальное напряжение для данного устройства, значит, 12 вольт, полностью необслужимое. То, что я говорил, что гелевая аккумуляторная батарея, обслуживать её не надо. То есть не надо ни что туда подливать, ни контролировать уровень и так далее. Вот смотрите, защищена от протекания и разлива кислоты. То есть тут там внутри гель, любое положение этой батареи необязательно, вот строго, как она сейчас показывает, если должна быть как-то наклонена, ничего страшного не произойдёт. И вот написано, последняя позиция, как раз возможна эксплуатация в различных положениях. И конкретные положения даже не оговариваются. Дальше. Датчик температуры батарей. Вот при зарядке это очень важно. Какова температура этих батарей. И при работе, кстати, тоже. Вот. Такой датчик поставляется в комплекте такого оборудования. Теперь следующее устройство, которое мы сегодня обязательно должны посмотреть. То есть мы прошли, так сказать, можно сказать, по тяжёлому оборудованию. Сначала мы посмотрели, всё у нас хорошая сеть, замечательная сеть, но могут быть какие-то перебои временные. Мы ставим самые простые источники бесперебойного питания. Похуже сеть ставим более мощные источники бесперебойного питания и отслеживаем параметры их. Потом, значит, если у нас уж проблемы в любой момент могут возникнуть и на много часов резервного питания. А что делать, если, в принципе, ни первый, ни второй случай для нас не подходят? И уже живя в этом городе, в этом населённом пункте, в этом посёлке, мы знаем, что снабжение достаточно хорошее. Единственное, что может быть, могут быть какие-то перенапряжения эпизодические, возможно, какие-то помехи силовой сети. А так, в принципе, всё хорошо. В этом случае мы должны использовать сетевой фильтр. Вот один из вариантов сетевого фильтра как раз сейчас и присутствует на нашем слайде. Рассчитанный на шесть разъёмов силовых. Кроме того, присутствуют разъёмы для подсоединения телевизионных антенн и телефонного кабеля. Посмотрим его характеристики. Ну, вилки евро. Выходные розетки тоже типа евро. Шесть штук мы их, собственно, там и видели. Максимальный ток нагрузки 10 ампер. Защита телефонной линии, как я уже сказал, есть. Защита телевизионного кабеля есть. А телевизионный кабель тоже есть определённые проблемы. Тоже может привести обычный телевизионный кабель, коаксиальный кабель привести к тому, что мы не говорим сейчас вообще о цифровом даже кабеле, а коаксиальном кабеле говорим обычным. Может привести к выгоранию определённых микросхем. Такие помехи по нему тоже могут приходить. Ну, условно скажем, помехи, такие сигналы, они выходят за пределы допустимого, могут привести к выгоранию отдельных микросхем. И защита, собственно, самой сети. То есть не только телефоны, возможно, и компьютерной сети. Защита от различных помех, наведённых помех и так далее. Тоже присутствует в таком фильтре. Теперь вот на что я хочу вас обратить внимание. Помните наши самые первые графики, которые мы сегодня смотрели? Там было много зубцов. Вот такие фильтры, сетевые фильтры, если в них добавлен, в их схему, добавлен ещё один элемент, дополнительный конденсатор параллельно с, собственно, самими розетками, к которым мы подключаем то или иное оборудование. С определённым значением. Не буду сейчас точно говорить цифры, это не имеет смысла, надо смотреть конкретно ситуацию. То он может сглаживать и конденсаторы, кстати, и катушки индуктивности. Они могут сглаживать те зубцы, которые встречаются при подключении компьютерного оборудования. Значит, мы, опять же, адресуемся к тому случаю, когда другие устройства, ни источники резервного питания, ни источники бесперебойного питания мы не подключаем, только вот этот сетевой фильтр. Обратите внимание, для частоты N равная 3, то есть 3, 50 умножить на 3, 150 Гц. Обратите внимание, конечно, это не синусоид, но часть зубцов убралось. Это по току. Теперь, значит, вот, если, опять же, есть и 150 Гц, и 250 Гц, ещё два сигнала от наших источников питания, обратите внимание, там были гораздо более острые такие зубцы. Здесь тоже не всё так хорошо. Он, конечно, не может вам дать то качество сигнала, что дают источники бесперебойного питания, либо источники резервного снабжения, электроснабжения. Но, тем не менее, в какой-то мере такой доработанный фильтр может снять эти пики, а по напряжению точно может восстановить синусоиду. По напряжению, мы говорили, там будет до 164 Гц, в одном... Не в прошлое время, 164 Вольта. То есть срезалась эта вершина, а нам надо 220. Так вот, если такой конденсатор будет встроен параллельно с нашими вилками, розетками, куда мы вставляем об это оборудование, то в данном случае синусоида полностью восстанавливается, то есть конденсатор разряжается, пока идёт этот срез, он дополняет как бы эту верхушку синусоида, и потом уже работает, собственно, снова заряжается уже от сети. Итак, когда мы говорим об энергоснабжении своего офиса, своего малого предприятия, домашнего офиса, мы должны знать, что это многоярусная такая защита, многоэтапная защита. Самое простое – сетевые фильтры, которые мы сейчас только что посмотрели. Более серьёзная защита – источники бесперебойного питания, которые не только исправляют сигнал, какое-то время могут поработать, когда во внешней сети нет вообще питания, поддержать частоту сигнала. И также работает, как такой большой комбайн, потому что через них пропускается не только силовой сигнал, но может пропускаться и компьютерная сеть, телефонная сеть и силовая, естественно. И в том случае, если мы находимся в тех районах, где нет никакой гарантии, что у нас будет стабильное, постоянно стабильное питание от внешней сети, обязательно необходимо ставить блоки вот этого резервного питания, которые могут поддержать нашу компьютерную, я не скажу, сеть. Но вы видели, там 600 ватт. В принципе, если у вас есть этот компьютер, и именно с ним вам надо работать, да, если два компьютера, то вам надо наращивать уже количество батарей аккумуляторных, которые присутствуют в вашем резервном источнике вот этого питания. Но, в принципе, вот даже в такой нормальной комплектации до 8 часов вы спокойно можете работать, пока ремонтники там восстанавливают, допустим, линии электроснабжения. Но вы должны понимать, что вот устройства такие должны присутствовать, если у вас, конечно, серьезная работа, и вы беспокоитесь и о своем РНМ, и вам необходимо ритмично выдавать определенную продукцию, в том числе, вот, там, допустим, и по базам данных, или если вы связываетесь по сети интернет, передаете информацию, то об этом помнить необходимо. И еще раз напоминаю вам, что когда вы размещаете свой офис, либо свое малое предприятие, и так далее, обязательно уточните, к какому классу помещений относится ваше снимаемое помещение. Потому что, еще раз напомню, три класса помещений. Первый класс помещений – это запитка. В любом случае, даже если там идет глобальная мировая война, они все равно будут запитаны, эти помещения, потому что если исчезнет там силовая подпитка вот этого помещения, не только помещение, это значит какое-то здание, или какое-то производство, могут произойти непоправимые людские потери, то есть большие людские потери, и потери, невосполнимые потери материальные. Второй класс помещений, когда кратковременные отключения, то есть там часы, тоже почему так делается? Потому что, значит, если вы подключились к такому, вот смогли добиться подключения именно ко второму классу, значит там идут всего-навсего часы, потому что такие помещения, и такие производства считаются, что если отключится электропитание, то там произойдут очень большие невосполнимые материальные потери, но людских потерь не будет. И третье, скорее всего, там, где вы и окажетесь, это обычные жилые помещения, выведенные, возможно, из жилого фонда и так далее, то здесь вот то, что я сказал, трое суток не будет питания, и вы должны с этим смириться, поэтому как-то вы должны себя подстраховать. Итак, сегодня мы с вами рассмотрели именно запитку нашего офиса и как сделать ее устойчивой, именно по силовой сети. На этом наш урок завершен. Благодарю вас за внимание. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok